всем привет среди ночной тиши разносится голос встаньте пастыри пан бог родился скорее собирайте спешите в костел поздравить пана это наверное самая известная и популярная рождественская калятка вот уже более двух столетий является незаменимым атрибутом рождественских праздников в речи посполитой и хотя современная жизнь предполагает но некоторые трансформации в обществе что несомненно влияет на проведение самых разнообразных праздников рождество в польше это некая константа оставшиеся полякам от их предков надо отдать им должное за многие десятилетия рождественские обряды не только не искоренились наоборот не утратили свои актуальности канула рождества в польше это наиболее торжественное и наиболее трогательное событие года можно с уверенностью сказать что такого количества древнейших обычаев и обрядов которые сопровождают гвязку звездочка так как поляки называют канула рождества не найти во всем мире за исключением разве что их восточной соседки украины рождество это не просто церковный праздник это в первую очередь праздник семейный признанных собрать всех родственников и близких вместе за одним столом щедро уставленным традиционными блюдами польской кухни другое название этого торжественного события вигилия от латинского термина вигилия ночная церковная служба которая неразрывно связана с религиозностью жителей речи посполитых что же собственно происходит в польше в сочельник чем поляки могут нас удивить какие традиции остались неизменными на протяжении многих веков утро 24 декабря для большинства поляков начинается сложных но приятных вопрос и хотя главную работу по подготовке праздничного ужина выполняет женщина у мужчин не меньше занятий главный атрибут рождества елка последние годы большинство поляков дает предпочтение искусственным рождественским деревцам которые впрочем тоже нужно украсить всяческими шуру и декорациями это дело обычно доверяется детишкам и мужчинам не остаются в стране исполняя роль надирателей и помощников традиционная польская елка украшается огромным количеством яблок грецких орехов завернутых в конфетные пантики конфетами разноцветным печеньем и соломенными звездочками ну не брезгуют и стеклянными шарами елочными бомбками а вот пластиковые елочные украшения не фауре их приобретают разве что представители молодого поколения да и то лишь те которые по неким причинам не могут присоединиться к своей семье для совместного празднования бывает такое женская половина семьи торчит на кухне как обычно работу хозяек хоть пруд пруди ведь согласно вековым традициям хотя вигилийский ужин и является постным не предполагает наличие мясных блюд но все же нужно приготовить много всякой вкуснотищи не только на саму уястку но и два последующих праздничных дня когда уже есть можно скромное само рождество и день святого первомученика стефан так что приходится жительницам речи посполитой коптеть над кухонными столами заваленными утварью и продуктами не один час нужно приготовить целых двенадцать традиционных блюд наварить холодца испечь целую гору печенья и пляцков разновидность тортов наварить узвара и сухофруктов благо мясные деликатесы уже готовы поскольку их приготовлют или покупают за несколько дней до вигилии находится работой для мужчин ведь по традиции именно мужчинам доверяют сложный и трудоемкий процесс тереть мак скажем сразу никакие современные блендеры и кухонные комбайны не справятся с этой задачей лучше чем примитивный макогон специальный пестик такой и макитра это глиняная широкая миска маком надо очень много куда он идет идет на начинку к знаменитым кольским завиванцем рулетом из дрожжевого теста а на подкарпатье еще и готовит восхитительно вкусную рождественную рождественскую кутью главным ингредиентом который он же и является мак труд в течение нескольких часов подсыпая незначительное количество сахарного песка пока он не достигнет консистенции сплошной массы детишки бегают по кухне упрашивают лизнуть макогона строгий папа позволяет это делать только мальчишкам на возмущение дочурок на полном серьезе отвечает нельзя муж лысым пуст вот так за работами и заботами проходит день вечерей пора накрывать на стол стол устанавливают возле елки это обязательно у нас вот на столе стоит под него хозяин дома укладывают охапку душистого сена на который бросается топор молоток и камень для затачивания косы впрочем сено кладется еще и на поверхность стола под белоснежную льняную скатерть рождественская сервировка стола в польше это нечто необычное первое что ставится на стол это сеча зажигать ее не спешат это сделает когда соберется вся семья отдельные тарелки не ставят по традиции все едят с одного блюда кстати едят только ложками поскольку вилки обладающий острыми кончиками и ножи на вигилийском столе запрещены почему да все просто считается что на гвязку в дом приходят все умершие родственники которые могут случайно пораниться об острые ножи и видельцы вилочки то есть отдельно ставится дополнительная тарелка для незваного гостя чтобы любой нечаянно оказавшийся в это время не устал опутник разделил праздничную трапезу и был как брат возле стула хозяина обязательно ставится пустой ведерко для домашнего скота вот посуда в основном глиняная и деревянная дань древним традициям в углу стола устанавливают дедов небольшой сноб из разных сортов злаков символизирующий достаток и урожай следует отметить что традиции распространяются не только на сервировку стола если вы решите забежать к соседке в канун рождества дабы одолжить у нее коробок спичек или ложку соли вам не только откажут но и в дом не пустят вот считается что давать в долг не важно что на вигилию это отдавать свое счастье так что не обижайтесь постарайтесь запастись всем необходимым загодя нигелийский ужин начинается с первой звездой все члены семьи усаживаться за стол кстати количество людей сидящих за праздничным столом должно быть пар парные приходится ходить на улицу и приглашать в дом первого встречного к столу садятся нарядившись в чистую нарядную одежду гасит свет хозяин зажигает свечу и все хора произносят молитву хозяйки после прочтения молитвы спешат на кухню за вкусняшками как мы уже упоминали все кушание подается на общих блюдах ну можно представить вам перечень традиционных рождественских яств которые впрочем может несколько видоизмениться в зависимости от региона как говорят сами поляки то не край то звучи ну что не земля то обычай ну либо что не страна то обычай первое что это я своеобразная каша и делать предварительно проварили пшеничную зерень чертого мака измельченных грецких орехов изюма и меда душевая капуста с горохом очень вкусное традиционное блюдо готовится из отжатой квашеной капусты протушены в небольшом количестве сметаны или кефира разваренного гороха и обжаренного лука польский борщ кисловато теплый суп готовится из предварительно отваренной красной свеклы и специи и заправки состоящие из небольшого количества сметаны и манной крупы оригинальной кислинку этому придает лимонная кислота грибные ушки своеобразные пельмени с начинкой из сушеных грибов подается в одной тарелке с борщом пироги объяснение лишнее впрочем можно отметить что они готовятся с различной начинкой картошкой капустой творога мачка подливок вареником из сушеных грибов обжаренной муки небольшого количества сметаны запеченный карп или щука без рыбы на вигилию не обойтись пузвар компоты сухофруктов пепероги с дрожжевого теста с начинкой из гречки и картошки особенно популярны в восточной части польши но встречаются и в других регионах и последнее но наверное самое важное оплатки небольшие тоненькие пластинки из белого пресного теста которыми члены семьи делятся перед началом ужина разламывая на несколько частей по сути оплатки это некое подобие православной просфоры все блюда подается в строго определенном порядке который опять же может измениться в зависимости от местных обычаев ну самое главное на вигилийском столе это то что вы не увидите спиртных напитках они появятся только во время рождественского обеда после того как семья поужинать начинают петь калятки польское наследие рождественских песен необычайно богатые по традиции первая калятка всрут но ночные тиши среди ночной тиши после календования хозяин дома благодарит всех собравшихся за праздничным столом желает счастья и добра детишки отправляются под стол на сено и там кукарекают чтобы цыплята водились хозяин берет в руки топор и идет в сад пугать деревья плодовые постукивает по говорит если не будет если не будет урожая с рублю нафиг ведро для скота в которой сбрасывают половки от каждого блюда то есть в хлев и делят между скотиной говорят что если в сочельник ровно в 12 ночи войти в хлев то можно услышать как животные разговаривают между собой на человеческом языке поэтому мясных блюд нет посуда со стола не убирается все остается для покойников единственное все ложки хозяйка дом собирает в одну охапку и перевязывать скрученными сеном жгутом чтобы стадо не разбегалось в некоторых регионах польши существует традиция по которой после вигилийского ужина вся семья дружным ходом отправляется на кладбище похороненным родственникам при этом на каждую могилу следует положить елочную веточку и печенье после ужина начинают ходить калядники как правило соседские детишки которые поют праздничные калядки под окном за которыми мерцает гирляндами елочки детям в благодарность выносит сладости и деньги предприимчивые малыши на этом нередко могут заработать довольно приличные состояния но на грязку их не так уж и много главное калядование начнутся только завтрашнего вечера на само рождество в 12 часов ночи вся семья закупившись в теплые шубы отправляются в костелку где правится специальная ночная служба пастерка в костюле уже установлена шопка конструкция с фигурками представляющие собой место рождения Иисуса ангельский хор исполняет калядки под аккомпанемент органа украшенные елки мерцают всеми цветами радуги народу не приталкнуться служба продолжается до рассвета ксен католический священник объявляет христос еще родив рождество наступило итак мы собрали те обычаи традиции которые предоставил нам любезный интернет напишите в комментариях живы ли они до сих пор в ваших польских семьях может быть где-то что-то изменились может быть нас интернет обманул вот иногда такое бывает вот а засим спасибо за внимание отличных вам праздников на рождение божьего смачного смачного карпа до свидания